всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание сегодня я хочу вам показать свои законченные работы также свои новые процессы которые я вам еще не показывала и также некоторые свои покупочки и даже подарок один вот так начнем первое чем я хочу похвастаться это вот такая вот шапочка я вам показывала процесс ее на стадии процесса в прошлом видео вязала я по мастер-классу который на youtube я нашла и я обещала вам вставить ссылочку но так получилось что я обнаружила что эту ссылку на этот мастер-класс я не сохранила даже себе я не знала ни как называется канал я два дня искала на youtube это этот мастер-класс нашла вот и теперь могу конечно же поделиться это ссылочкой с вами мастер-класс там очень-очень подробный по петелькам по рядочкам вот в общем шапка получилось просто шикарная мне очень нравится вязала я ее так долго потому что как я тоже в прошлом видео говорила мне не хватило пряжи до шапка съела очень много мериноса то есть вот тут увязалась в две ниточки одна ниточка была стопроцентный толстенький меринос и другая это мохер на шелке и мохера на шелке ушло грамм 20 а в общем мере носа ушло больше 100 грамм после стирочки этот какого мохер очень распушился я боюсь что вы не увидите но шапка стала прямо шерстяной меховой я бы сказала шерстяная шапка стала как меховая очень-очень волосатая не колется совсем вот но толстенькая шапка получилось я вязала на спицах три с половиной и я думаю что буду носить ее вот когда уже прям совсем будет холодно снег мороз потому что до дома что она будет очень теплая вот этот меховой помпончик меня кстати спрашивали как бы я пришла помпоны помпоны я всегда покупаю на кнопки вот то есть пришиваю часть кнопки к шапке да и вторую деталь просто прикрепляю сюда вот в общем очень не нравится что получилось единственный минус был ну как минус это не минус это не чья-то вина я постирала и она сохла двое суток и такое чувство что она даже еще макушка как-то еще влажная вот сейчас наверное покажу вам сниму помпон и повешу прямо на батарее потому что отопление нам включили но радиаторы все равно такие еле тепленькие видно там нужно какое-то время чтобы это все раскачегарилась или я не знаю вот в общем это значит первая моя законченная работа и я очень-очень довольна могу кстати примерить могу ее примерить это удлиненная шапочка бине мне такие но мне-то кажется что мне такие шапочки такой формы идут больше всего в общем я оставлю вам ссылочку на этот мастер-класс ну шапочка действительно очень красивая и не скажу что очень легко вяжется прям вот потому что вот эти вот перехлёстики вот эти маленькие их надо делать через ряд то есть очень часто вот но она того стоило и так это номер 1 2 2 закончена работы я ее показывала в инстаграм уже там давно мне кажется несколько недель назад наверное пару недель назад это детский плед крючком вон он наверно он такой массивенький что наверно даже влезет в кадр вот он такой маленький четыре на четыре квадратика обвязка простые эти веерочки такие вот я не знаю ракушки по моему называются они и в каждом углу вот такая небольшая кисточка вот кисточки кстати я не блокировала ну как их обычно блокируют их просто мочат и вот так вот раскладывают чтобы они высохли и не были такими кучерявыми я этого не делала потому что это не на подарок и не на продажу это себе пусть будет так вот что в этом пледе интересного вязала я его из дроп с мирина экстра файн в одну ниточку на спицах ой на крючке номер четыре это совершенно обычные бабушки на квадратике вот соединены между собой столбиками с накидом но это не столбиками с накидом а как бы там получается два столбика с накидом в этом соединении вот что было интересного это то что я ну многие сказали что он растянется вернее что это пряжа тянется но я смело постирала это в стиральной машине на ручном режиме и он не потянулся не на миллиметр то есть я его измерила он был 60 на 60 вытащил он высох и также остался 60 на 60 некоторые сказали что почему такой маленький потому что меня тут опытные мамочки вязальщицы которые тоже они меня предупредили что плед в коляску движи небольшой вот примерно такого размера потому что но коляска у нас будет 70 на 30 то есть вот такой вот как раз размер пледика я думаю туда будет самый самый раз вот значит это изделие номер два и как-то у меня уже это сложилось какая-то традиция так среди моих последних видео что в каждом видео я вам показываю готовые носочки в этот раз я решила обновить мужские блокаторы для носочков которые я показывала в покупках в прошлом видео и связала мужские носки вот такие вот большие опять я их вязала как-то тоже по традиции на выходных ну тут ничего необычного нету это резиночка 2 на 2 пятка выбрала контрастным цветом вот этот коричневый цвет это пряжа основная это носочная навита семь братьев расцветка называется джунгли но почему-то мне кажется это какой-то милитари или что-то такое больше до военный какой-то такой такая расцветка вот я пятку и мысок вязала другим цветом потому что я побоялась что мне не хватит пряжи размер носка 45 в одном мотке 150 грамм и я боялась то что на два носка мне не хватит но зря боялась меня вот этой вот пряжа короче еще осталось нормально кстати осталось грамм ну 40 точно вот то есть у меня на вид они как не заканчивается эти остатки у меня они прибавляются но ничего зато семья будет обвязана носками вот эти носочки я не собиралась есть честно вязать просто мне тут надо было съездить в соседний город и очень выехав за город там леса поля только до меня дошло что уже поздняя довольно таки осень уже середина октября уже в принципе скоро скоро рождество а мои сувениры для родных к рождеству как-то не прибавляются и поэтому я решила что ладно надо свои хачушки как-то по придержать и заняться вот этими маленькими подарочками для своей семьи вот и вот эти вот носочки для моего папы здесь ему понравится вот и это все мои законченные работы то есть за две недели всего три работы но это вообще почти ничего так дальше теперь мои процессы я покажу только те которые новые потому что то что я вам показывала в прошлом видео она почему-то не двигается ну вот покажу новые значит закончив одни носочки я сразу же в принципе начала еще одним эти ниточки у меня были в моих запасах вот это вот но они это все на вита семь братьев вот вот это вот контрастная резиночка тут будет а это такой розовый прям конфетный жевачный цвет и вот потому что такой цвет яркий летний я решила сделать такие носочки воспоминания о лете и пустила здесь вот такой вот ажурные такие вот цветочки ну на подошве конечно их не будет это будет лицевая гладь вот это будет довольно вот такие вот не длинные то есть короткие я бы даже сказала носочки больше для наверно дома ну чтобы дома там вместо тапочек может быть носить вот и сейчас почему-то мне кажется что такой цвет сочный оценит моя мама но она мне такая женщина яркая вот и это будут носочки для нее пока что конечно не хорошо видно эти цветочки но потом после стирки блокировки я вам покажу как это получится носочки но их я думаю свяжу быстро они короткие и размер всего лишь 37 надо связать вот и мысок будет вот этого вот цвета серо-бежевого потому что у меня вот чуть-чуть осталось то есть я сейчас его извяжу вот потому что я вообще хотела вот эту вот носочную на виду я вам говорила я хотела и связывать ее в плед но плед почему-то у меня не вяжется так пусть хотя бы вяжутся носки хоть чуть-чуть но уходят мои запасы по капельке так дальше я случайно купила пряжу серьезно совсем не собиралась ничего покупать случайно зашла в магазин случайно увидела интересную пряжу это пряжа тоже на витам это мохер с пайетками на витасада сяда луч переводится и этого такое сливовый или баклажановый цвет я не сильно в цветах с такими вот розовыми маленькими пайетками очень нравится я из такой пряжи уже вязала из бежевый вот и очень мне нравится потому что пайет очки очень мелкие и но такие как-то деликатный блеск имеют вот и я вообще-то до нового года не собиралась себе вязать никакую одежду ну потому что до размер непонятно какой вязать как у конечно я мечтаю что я похудею уже к весне но кто знает мечтать не вредно но и тут мне как-то стало грустно все девчонки вяжут себе знаете когда видео смотришь там какие-то подкасты все в каких-то там свитер очках она меня ничего не налазит и грустно и я решила что ну ну что свяжу я себе кофточку хоть какую-нибудь но пошире чтобы налезла на меня сейчас и чтобы порадовала меня немножко все-таки скоро там уже в декабре начинается такое рождественское настроение близ блеск я буду украшать естественно все вот и решила я себе связать такой джим пирог небольшой очень очень простой но вот вся фишка будет да вот в этой вот пряжи в красивой такой вот такой вот и я уже связала перед и даже я его постирала он еще такой тоже чуть-чуть влажный вот это будет такой джим пирог с в-образной горловиной вниз я буду одевать черную маечку такую вот надеюсь я сейчас так думаю что она мне в будущем пригодится в принципе до модуна оверсайз никто не отменял пока что вот то есть это будет вот я вывязывала до v-образную горловинку здесь проймы я не вывязывала то есть пойму будет рукав будет спущенный вот плечики я изначально хотела вывязывать скос плеча но честно сказать можно было и поглубже его вырезать я всего ну считай за три закрытия его закрыла да можно было в принципе и поглубже его сделать обычно я делаю его 4 сантиметра где-то вот глубина здесь это было три сантиметра ну ладно уже перевязывать не буду но вот сейчас я уже набрала вижу спинку здесь значит внизу платочная вязка пять сантиметров потом обычная лицевая глаз потом я закрывала горловинку v-образный вырез такой получился довольно таки глубокий в общем мне очень нравится как получается как это все блестит надеюсь что в следующем видео я вам уже покажу как это в готовом виде уже все выглядит вот но связалась это довольно быстренько потому что вяжется это на спицах номер пять вот вот такой вот у меня процессик и все обычно у меня как-то процессов побольше ну ладно а теперь значит о покупочках я тут поняла что вообще любая диета вгоняет меня в депрессию тоже касается и пряжной диеты то есть я не могу мне грустно мне грустно не покупать пряжу вот но я же могу себе завести новое хобби коллекционирование пряжи например вот так вот ну ладно меня тут опять ирина вытащила в магазин уйти с пустыми руками конечно же невозможно это по моему был последний или предпоследний день мириномании и я купила на мужскую шапку два моточка опять вот эти мирин и экстрафа не знаю мне она очень понравилась это такой серый меланж очень очень темный цвет на самом деле вот я хочу связать мужскую шапочку очень простую вообще самый простой то есть резинка и лицевая гладь и больше ничего потому что я просто не знаю ну это будет подарок и я просто ну не знаю будет мужчина этот носить например какие-то там косы или раны или не будет поэтому не хочу рисковать и свяжу самую обычную шапочку но цвет очень такой тоже мужской нарядный такой я даже не знаю темно-серый со сверло-серым смешанный вот это будет шапочка мужская так это все покупочки не за один как бы не за один раз это все так постепенно как-то покупалась дальше а я забыла рассказать эти носочки я вязала на спицах номер три с половиной и это были новые для меня спицы это прим эргономикс я немножко простыла очень очень извиняюсь пожалуйста за мой голос и так это вот такие вот спицы пластмассовые наверное такой носик капелька у них потом идет но круглые потом они становятся треугольными в общем там так заморочено все ерунда честно скажу нет я на них связала носки нормально связала но найти носки на карандашах можно связать спокойно вот ерунда не тратьте даже деньги я просто хотела попробовать я попробовала все вот ну вот чулочные да в принципе они выполняют свою функцию то есть они очень-очень легкие практически невесомые и они не выскальзывают из вязания то есть ну когда вяжу на четырех спицах важно да чтобы они были легкие и чтобы они не выскальзывали из вязания больше ничего то есть ну честно нет если вам кто-то подарит или там деньги некуда потратить то можно попробовать но я в общем нет я их точно покупать не буду и еще одни спицы которые просто очень красивые но нет не просто очень красиво я вру это вот эти вот спицы замечательные называются нит пикс посмотрите какой приятный цвет синий с таким не знаю морским каким-то в общем это спицы деревянные от нет пикс они подходят на леске от нет про это три с половиной размер значит я не люблю деревянные спицы от нет про не symphony не эти кубики деревянные я просто не люблю у меня по ним ничего не скользит они меня тормозят эти я серьезно купила потому что на цвет понравился очень но по ним скользит все я на них вязала вот этот экстра файл мерина и мне они очень понравились они не такие как симфония они как-то или из кого-то другого дерева сделаны или они так заполированы или пропитаны я понять не могу но они скользят по ним по ним ниточка скользит точно так же как по металлическим спицам в общем мне очень очень они понравились жалко этот магазин где их купила далековато 100 километров от нас так они очень конечно красивые любоваться ими и любоваться такой цвет очень приятный вот это что касается спиц дальше я купила на пробу это такие пробники шампуня для шерсти с запахом потому что вот я вижу сейчас подарочки и как бы мне например но когда шерсть постираешь да она она особенно когда она мокрая ну и потом когда принюхаться она пахнет овцой что мериносовая шерсть что овечье вот и так но мне это не мешает например ну в подарок когда даришь все-таки хочется ну как-то получше там сделать да вот и поэтому я купила попробовать это по 150 по 1 евро 50 по моему пробники были по 5 миллилитров шампунь для шерсти с запахом вот это жасмин это грейпфрукт там еще были лаванда и и эвкалипт но эвкалипт я не не переношу вот а лаванду можно будет тоже попробовать то есть подарочки вязаные я наверное простерну вот в этом вот чтобы придать им приятный запах вот так дальше еще одна мелочь мелочь это вот такая прекрасная я не знаю брос это брошка это клубок со спицами на такой вот застежки она я приехала в магазин в новый для меня магазин его так очень декламирует финские вязальщицы там они устраивают посиделки повез ушки по выходным вот у них там очень весело уютно ну в общем очень так у них там атмосфер то есть там опять же кафе и магазин пряжи вместе кофешоп короче вот уголок для детишек в общем так классно у них там я не могу и это находится 100 километров от моего дома как на зло и не знаю все хорошие магазины находятся как-то далеко надо открывать свой где-то поближе я думаю вот и там большой большой стенд вот с работ вот с аксессуарами вот этого дизайнера макс александр там разноцветные вот эти броши серьги вот вы представляете вот такая вот ну как вот эта брошь да а такие же только в разы меньше клубок со спицами серьги тоже разных цветов потом подвески с цепочками там потом подвески с какими-то надписями типа мидерс и там что-то такое вот в общем это было забавно но я решила взять себе на память вот такой вот клубочек не знаю может быть скоро декабрь в декабре у нас всегда в тампере проходит очень большая или в ноябре даже я не помню я снимала влог оттуда надо посмотреть у нас в городе тамбера проходит большая большая ярмарка рукоделия там все магазины все вязальщицы вот когда пойду туда в этом году украшу себя этой брошечкой вот дальше теперь по пряжи пряжи было не очень много вот этот вот мериносик вот этот навита носочная и теперь то что чуть-чуть подороже а значит это мне вот эта пасмочка мне запала в душу своей формой косичка я не погоду прелесть а смотрите какая прелесть это и не ярнс это пряжа произведена и вручную окрашена в америке вот эта фирма и не аж нас находится смотрите-ка у них птичка она находится в город атланта штат джорджия и я кстати когда это прочитала мне сразу почему-то штат джорджия напоминает скарлетт охара читали наверное да этот роман вот не знаю почему то сразу всплыла в память это произведение называется эта расцветка ореховый пирог пикан пай это такой сорт орехов который растет только в америке пикан вот здесь у нас в 100 граммах сто девяносто восемь метров и что из этого вязать я не знаю рекомендуют спицы 45 с половиной не знаю мне просто очень нравится очень-очень это мериносовая сто процентно шерсть то вручную окрашена и мне так нравится я просто просто любуюсь любуюсь на этот моточек вот вот такой вот я плюшкин все покупай покупок и любуюсь и трогаю красота не могу вот и значит последняя на этих выходных я в instagram да по моему я показывала фотографию мы опять ездили на ферму альпак я уже там в каких-то своих первых видео тоже рассказывала про эту ферму которая находится тоже не очень близко часа полтора наверно туда ехать но что не сделаешь ради альпак вот альпака там конечно совершенно не такая как в магазине но абсолютно не такая то есть она не крашеная она ничем не обработанная она спредина вручную она промыта шампунями экологически чистыми то есть нам такие вот эти вот чем эту шерсть моют до перед тем вот когда состригут ее вот это моет все экологически чистым шампунем которым можно помыть даже ребенка представляете вот то есть ну там у нас вообще финляндии все помешаны на экологии там экологически чистых продуктах и все такое вот но вот именно этот женщина хозяйка этой фермы у них принцип пряжу не красить и не добавлять ничего и купила я вот этот вот моточек стопроцентной альпаки на фотографии в instagram можно видеть да там под деревом альпаки прячутся стриженные такие смесные вот прячутся от дождя и там парочку было беленьких альпак вот это чья-то шубка из них вот из этого я свяжу детские носки для малыша наверное вот свои эти финские носочки ой не могу это но это с магазинной пряжи даже просто но это ни в какое сравнение не идет это просто такая мягкость как я не понимаю как они вот эту вот магазинную альпаку делают такой колючий от чего это зависит вот непонятно потому что это но это просто вата я не знаю как еще это назвать я уже вязала из этой пряжи ну тоже в старых видео можно было видеть я вязала шапку star вот ну там ну даже не капельки колкости нету она мягчайшая вот в общем хочу хочу вернуться и накупить там всего и побольше каждому цена кусается но все-таки это ручная работа полностью и такой большой труд и эти сами альпаки такие милые здесь у нас в 100 граммах 209 метров и вот такой вот молочный белый чистый цвет прелесть просто сразу вот этот беленький моток увидела и подумала о именно тепленьком тепленьких носочках может быть хватит даже на варежки ну для маленького новорожденного наверно таки знаете эти антицарапки ли как они называются без пальца которые да что там малюсенький палец вывязывать вот мы посмотрим вот и как вы понимаете у меня последнее время как-то очень много пряжи на пасмах пасма это вот это да и ее надо перематывать моталка у меня есть с алиэкспресса до прекрасно работает я ей очень довольна вот но чтобы перемотать вот такую штуку конечно это можно одной сделать но это трудновато и время затратно и путается некоторые пряжа особенно тоненькая у меня например есть трон лежит такой голубой он тоненький я бы замучилась его обычно я к этому делу приобщаю сына он уже как видит меня с этими штуками он уже бежит от меня без оглядки потому что сидеть и держать эту штуку несколько часов потому что я стараюсь украденько там не спеша вот и очень решил я больше ребенка своего не мучить и нервы свои не тратить и заказала давно уже было пора сделать заказала вот этот зонтик заказала я его на алиэкспресс вот и долго я не могла решиться потому что честно говоря ну такие вещи на алиэкспресс как-то не знаю вот но пришла в принципе это этот зонтик довольно таки неплохого качества вот так вот он выглядит то есть вы вот эту вот штуку прикрепляете к столу закрепляете ну к столу там или я не знаю куда куда еще куда вам удобно да значит вот эти вот раздвигаете до такой степени но какого размера у вас пасма то есть видите можно даже очень большую пасму сюда посадить закрепляете вот такой вот очень очень элементарная конструкция это все деревянная но мне кажется все крутится ну то есть вот вы сюда пасму посадили кончик взяли прицепили к этой моталке и начинаете мотать а вот эта штука начинает крутиться вот то есть ничего не путается и дело идет вот но я так думаю я как бы не специалист по дереву да но мне почему-то кажется что дерево не обработаны точно ничем просто отшлифована вот и мне кажется что для долгого долгосрочного использования это нужно может быть чем-то как-то чем-то покрыть каким-то покрытием или что-то такое вот но это у меня папа когда в гости приедет он у меня увлекается работать с деревом и вот я ему эту штуку покажу посмотрим что он посоветует потому что в принципе все вот эти вот видите вот эти вот все штучки их можно развязать они просто между друг другом связаны блин потом попробует собери конечно обратно не знаю но я посоветую потом с папой покажу может быть он скажу может быть это какой-то сорт дерева который и без всякой пропитки проживет не знаю в общем я очень довольна теперь надо перематывать все что я хотела и вязать вот так что на алиэкспресс и стоил я заказывала и стоило это что-то там моем 17 евро если я не вру моем 17 евро с бесплатной доставкой у нас во первых такую штуку не найти а если ты ее найдешь где-то в интернет-магазине то там будет как я видела 64 евро и 10 евро доставка это как-то слишком вот и последнее это неожиданный совершенно подарок я снимала как-то видео где делала обзор на журналы вязальные и там видео я сказала что вот хотел но роман мы по моему там рассматривали журнал и я сказала что вот теперь я хочу вот этот вот выпуск и одна милая девочка нелли из германии решила сделать мне подарок и прислала мне этот журнальчик здесь у нас значит это журнальчик рован да и все модели из big full рован это был такой сюрприз на или еще раз большое большое тебе спасибо если честно из этого журнала я хочу себе все вот даже посмотрите и тут такие вот свитера и но тут все очень красиво огромные объемные шарфы вот эти вот гипермодные шапки из толстой пряжи с нуды здесь есть один такой интересный оверсайз свитерочек так сейчас покажу быстренько он такой это маленькая конечно картинка но он такой очень-очень оверсайз вот в общем тут и даже есть сумка и чего только нету шарфы сумки вот в общем спасибо тебе большое еще раз будем вязать надо теперь ехать за рованы за пряжей и вязать и посмотрите какой шарфа прелесть как уютно выглядит вот и это все что я хотела вам сегодня показать и рассказать надеюсь ничего не забыла вот думаю что встретимся мы с вами опять недельки через две когда у меня что-нибудь навяжется накопится потому что к сожалению я сейчас вижу очень очень мало потому что не могу долго сидеть вот начинает болеть очень спина и да я даже пробовала полу лежа вязать но тогда у меня начинают болеть бицепсы вот поэтому вижу я не так много как раньше но вот по чуть-чуть ковыряю ковыряю и глядишь за пару неделек я что-нибудь на вижу но вот этот вот свитерочек ой джемперочек скорее да это я у меня сейчас план номер один вот чтобы как-то себя украсить и порадовать так вот вот вам девочки я желаю продуктивного вязания вдохновения не болейте вот берегите свое здоровье не простужайтесь как я и до новых скорых встреч всем пока пока